В подробностях недели, битва при Конституции, каким будет главный закон страны, обсудим в прямом эфире с первыми лицами государства и теми, кого перемены коснутся в первую очередь. Страна закрыта на карантин. Молодой парень 30 лет, жена и двое детей остались. Чем опасен H1N1? Пневмония протекает очень бурно. И кто кормит украинцев бесполезными таблетками? Запускают новостную бомбу, чтобы, не знаю, там заработать денег. Да вот, все, что осталось за кадром. Что думают? ВОЗ, это и великий церк. Чего опасаются? Я сам этого боюсь. Чего ждут первые лица политики и бизнеса? Я вижу свет в конце туннеля и сейчас гораздо четче, чем когда-либо раньше. Специальный репортаж подробностей недели со Всемирного экономического форума. Евроремонт по-молдавски. Визы в ЕС отменили, а коррупция осталась. Не прикрылись евроинтеграцией, чтобы смогли спокойно воровать. Революция Хризантем. В Кишиневе не прекращаются акции протеста. Подробности в прямом эфире. Главная тема откровенно прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы возвращаемся в эфир после каникул, как и наши политики, которые уже с завтрашнего дня вернутся в Раду. Этот же самый первый день может получиться конфликтным. Почему поговорим сегодня в эфире с первыми лицами? Ну вот буквально с минуты на минуту ждем здесь главу парламента. А в этой программе также поговорим и с Игорем Кононенко, и с Юлией Тимошенко. Но, впрочем, политические споры в нашей с вами жизни появятся только сейчас, ну вот завтрашнего дня. А до этого страна, если о чем и переживала, так это о гриппе и о снеге. Снегом полстраны завалило. Очень сложная ситуация была в Одессе. Там даже трасса встала, заблокировав людей в холодном плену. Сейчас погода чуть налаживается, хотя, ну вот сегодня один из самых холодных дней января. И в помещениях, что в домах, что у нас в студии. Холодно так сильно, что ощущение, что, ну, будто это не на улице, а просто рядом с тобой сугробы. Ну, а в помещении хоть в снежки играй. Ну, а синоптики всех напугали. Под конец месяца пообещали нам морозы до минус 30. Но вроде бы обошлось. Погода, похоже, смилостивилась. И должно потеплеть. Ну, а вот в соседней Молдове сегодня, наоборот, жарко. Там уже который день массовые протесты. Ну, сегодня даже въезд в Кишинев перекрывали и угрожают движение всего транспорта в городе тоже остановить. Мы будем следить за этим весь эфир. А вот первые новости прямо сейчас очень коротко узнаем от Романа Бочкалы. Рома, выйди с нами на связь, пожалуйста. Да, вечер добрый. Скажи, пожалуйста, чего ждать от митингующих? Ну, вот штурм парламента был уже. Что дальше? Ну, а мы сейчас находимся в самом центре Кишинева. По левую руку от нас здание правительства. По правую палаточный городок оппозиции. Как видите, главная площадь молдавской столицы пуста. Собственно, ну, обстановка, тем не менее, напряженная. Здесь повсюду полицейские, силовики, главные государственные учреждения. В плотном кольце стражей порядка. От сегодняшнего дня ждали многого. Оппозиция анонсировала самый крупный протест с начала акции. Обещала вывести на эту площадь 100 тысяч человек. Но собралось от силы 10 тысяч. Тем не менее, лидеры оппозиции поставили власти ультиматум и дали на раздумие 72 часа. В случае, если условия не будут выполнены, оппозиция грозится перекрыть главные транспортные артерии и международный аэропорт Кишинева. Главные требования, неизменные, это досрочные парламентские выборы и референдум по вопросу голосования за президента страны. Как известно, сейчас в президента Молдовы выбирают депутаты, а оппозиция требует, чтобы голосование было всенародным. Вот такая вот ситуация у нас в двух словах. Рома, спасибо. Ну давай вот из этих 72 часов, несколько часов эфира, мы тоже будем просто в прямом эфире следить за ситуацией. Если что-то у вас случится, обострится положение, пожалуйста, выходи с нами немедленно на связь, чтобы наши зрители первыми обо всем узнали. Ну а мы давайте с вами все-таки к украинской политике вернемся. Главное ожидание января – Конституция. Изменения в основной закон обсуждали почти полгода, помните? И вот на будущей неделе вроде бы дедлайн, голосовать нужно. Впрочем, не все так просто. И давайте из первых уст об этом узнаем. Владимир Гройсман к нам подъехал в студию, глава парламента. Вечер добрый. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир Владимирович, ну вот скажите, почему так происходит? Мы с вами в эфире несколько раз говорили, вы были в этой студии. Многие призывали к децентрализации. А сейчас такое ощущение, ну что, не проголосуют, что и децентрализации не будет? Я думаю, что децентрализация отбудется, но это всегда, напевно, очень нелегкий процесс. Мы очень быстро подошли к финализации самой реформы. Можливо, двигаться с некоторыми кроками быстро. А, возможно, это продолжить в часе. Сейчас очевидно, что нужно додатковый час, невеликий, напевно, для того, чтобы провести додатковые дискуссии с политическими силами, которые, ну, мали бы принятие решение про то, что они идуть своими голосами, не разговами, а голосами, идуть на децентрализацию. Эта Конституция, насправді, является основой передачи, однозначно, передачи повноважений на месте. И, фактично, дехто борется против этой Конституции, для того, чтобы влада и далее осталась в центре. Но я хочу просто подкрасить, что, если влада и далее будет остаться в центре, у нас будет далее зберегаться в управлении краиной бардак и безответственность. И очень важно, чтобы мы закрепили те, сегодня, добрые надбания, которые есть, в частности финансовой децентрализации. Мы передали кошти на месяц, десятки миллиардов гривен. Мова йде про то, что эти десятки миллиардов мают быть направлены на створение новых рабочих мест на месяцах, в местах, селах, селищах, районах и областях. Я вас правильно зрозумів, что на наступном тижне голосование, очевидно, уже не будет. А когда оно может быть? Мы сейчас не планируем на цей пленарный тиждень розгляд цього вопроса, оскільки еще триваются дискуссии. Вы знаете, что есть подание народных депутатов Украины, я думаю, что оно абсолютно правомирное, с точки зрения, когда мы можем рассматривать изменения до Конституции остаточного. И далее мы будем уже визначать, когда может быть это ответственное голосование, оскільки я еще раз хочу подкрасить, что нам важно отримать 300 голосов. А борьба за эту Конституцию сама по себе предпочитает только единую речь. То есть мы должны провести децентрализацию. На превеликий жаль, сейчас эту реформу, надзвичайно важную, надзвичайно позитивную и конструктивную, намагаются загнать в обойми фейків про Донбасс, особливый статус або федерализацию, або какие-то другие вещи навязать в Конституцию. То есть, фактически, идет намагание задушить этот процесс. Но хочу еще раз подкрасить, что я никогда бы не позволил себе даже думать о том, что Украину нужно федерализовать. Это просто бред. Если говорить о особливый статус, которого нет в Конституции для Донбасса, вы слышали, напевно, про этот фейк, то можно сказать, что особливый статус, например, Киев как столица, або автономная республика Крым как автономия в складе Украины. А что касается Донбасса, то это только особенности местного собрания, потому что Донбасс сруйнован, его нужно будет восстановить, очевидно. Поэтому сейчас идет борьба между старой Украиной и новыми возможностями. Есть две ключевые вещи, которые бы я хотел сказать. Пострадянские социалистические страны сделали две важные вещи. Первое, они изменили систему управления страной. Не партия керует, або чиновник в кабинете центральном, а люди управляют на местах. Они провели децентрализацию и провели публичную приватизацию. Приватизацию, которая позволила передать эффективным управлёнцям те или иные предприятия. И на базе этих предприятий створились потужные предприятия, которые были созданы в рабочих местах. Возьмите Польшу, Чехию, все страны Европы, которые шли правильным шляхом. Что мы сделали? За 24 лет сделали узурпацию, централизацию влады в Украине, и вторая позиция. Вместо прозорной приватизации провели ее, фактически, разкрадание властью, которая была надбанем всего украинского народа. Поэтому это нас отрозняет от европейского будущего, и мы имеем сегодня тот комплекс проблем, который у нас есть. Давайте мы так сделаем. Вы сказали про парламентскую борьбу, мы подивимемся сейчас сюжет, почуем все политические силы, почуем різных политиков, у каждой есть властная аргументация, и потом просто повернемся, сможем все обговорить. Катя Лысенко, наш парламентский корреспондент, на этой неделе говорила с политиками, выслушивала их, ну и разобралась в том, кто и как поддерживает или не поддерживает изменения в Конституцию. Главный вопрос в следующей неделе. Ровно месяц страна была в парламентском затишье. Депутаты разъехались на новогодние каникулы и вернулись только сейчас, словно в советские времена, когда отпуска у чиновников по 30 дней длились. Разве что сейчас набирались сил не как когда-то в санаториях, а кто на заграничных пляжах, кто на горнолыжных курортах. Горы среди украинских политиков нынче в моде. Время возвращаться и голосовать, в том числе и за изменения в Конституцию, многострадальную децентрализацию и то, что называют особым статусом Донбасса. Перед Новым Годом не проголосовали. Поправки по процедуре обязательно нужно внести на текущие сессии, иначе все рассматривать заново. Сейчас ведутся активные консультации. Ну вот вопрос, наберут ли 300 голосов. Батькивщина, самопомощь, радикалы откровенно говорят, они голосовать не будут. Народный фронт в раздумье. Оппозиционный блок говорит, что поддержит, если до этого Рада примет ряд дополнительных законов. Сомневающиеся есть даже в блоке Петра Порошенко. Камень прескновения все тот же особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях. У нас даже внутри коалиции есть определенные дискуссии. Мы об этом знаем. Это не секрет, что некоторые пытаются это трактовать таким образом, что это отдельный статус отдельных территорий Донецкой и Луганской области. Естественно, это не так. Естественно, мы выполняем этим пунктом 18, мы выполняем пункт 11 Минских соглашений. Нас переконывают, что, мовля, вот, дивиться, есть Минские договоренности, и там вот треба их реализовывать для того, чтобы был мир на Донбассе. Так вот, для того, чтобы рухаться по Минских договоренностях, нужно начать с первого пункта, с обеспечения полной тиши. Россия эту тишу не обеспечивает. Почему Украина должна выполнить 11 пункт Минских договоренностей, если 10 предыдущих не выполняется с боку Российской Федерации? Если Верховная Рада таки найдет 300 голосов и проголосует за эту Конституцию, фактически это день будет конституционного переворот в стране. И на следующий день мы уже покинемося в совсем иншей краине. Примечательно, что в преддверии возможного голосования за Конституцию в Киев приезжали люди из близкого окружения Меркель и Оланда, участников Минской четверки. Переговоры закрытые, так что не до конца понятно, то ли проголосовать просили, то ли просто обсуждали план дальнейших действий. Минск-2 отбылся рік тому и никакого пункта не выполнено. Но мы понимаем, что после выполнения одного из пунктов о изменении Конституции Путин не остановится. Ему дальше нужен закон о особенности местного самовередования, который принят, но не действует без Конституции. Оппозиционный блок поддержал в первом члене закон о изменении в Конституции, который содержит в себе сентенцию в особом статусе для Донбасса. Почему мы это сделали? Потому что это путь к миру. Путь к миру выполнения Минских соглашений. Альтернативы этому процессу не существуют. И проект был поддержан нами потому и с тем условием, что ко второму чтению будет не только предложено это изменение в Конституции, но и весь набор законов, которые позволят политически урегулировать ситуацию на Донбассе. Это закон об амнистии, это закон о выборах на территории Донецкой и Луганской областей. Пока этого нет. Как нет и понимания, когда этот вопрос могут вынести в зал. Ведь полсотни нардепов просят Конституционный суд пояснить им, что значит следующая сессия, на которой голосовать надо. Следующая по счету или следующая в смысле любая другая. Если Конституционный суд выяснил, что можно выглазить на бутики по зачерковой сессии, это открыт высокий шлях изменения Конституции. Это открыт шлях изменения Конституции в будь-який момент. А с другой стороны это пробьет дюру в системе защиты самой Конституции. Сами депутаты говорят, чтобы принять решение, судьям понадобится порядка месяца. А значит, это время потратят на споры о другом. И то, что еще в декабре казалось топ-темой, могут заговорить. Обсуждая болезненное, тот же состав правительства, например, и кто в какие кресла сядет в обновленном, а может и совсем новом Кабмине. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Иван Ишкиндер. Подробности недели телеканал Интер. Подробности недели, прямой эфир. Владимир Гройс, глава парламента, у нас студии, напомню. Пан Владимир, мы слышали всех политиков, там разные аргументы. Вы почули меня, когда я коментовал. В чом проблема? Проблема в том, что каждый начинает трактовать по-своему изменения до Конституции. Хочу наголосить, 99% изменений в Конституции, которые мы сейчас предотвращаем, дают возможность сделать декольку абсолютно простых вещей. В области, в районе, в местах обирать свою владу. Ця влада мает гроши, и ця влада мает возможность принимать решения. Каким будет садочку, в какой-то школе, сколько мает быть транспорта, за что его купить, какие мают быть отремонтованные дороги. Наверное, сниг уже мают за что чистить. Я говорю про такие примитивные речи. Будут делать, не знаю, гарные заводы по переробке смятя. Это все даёт возможность констатировать, что мы, насправді, прокинемся в другую страну, в европейскую страну. Не пострадянскому, гибридному, а в европейской стране, где очень четко расширено, кто за что отвечает. Вы же понимаете, а чиновники в центре хотят на себе брать все повноважения и делить гроши с верху, то это приводит до величезного бардака, который мы имеем сегодня. Это просто амбития, говорить в людях. У каждого есть разная причина. Я могу сказать наступное, что эта конституция нужна Украине и украинцам, а не Росейской Федерации, президенту Росейской Федерации або Минским Годом. В одному пункте перехитных положений конституции есть то, что когда Донбасс до нас повернется, там будут особливости місцевого врядувания. Это будет означать, что мы залишим частину податков, которые будут там виробляться, чтобы, например, восстановить сам Донбасс. 100%. Місцевое самоврядувание и его особливости могут регулировать только питание местного значения, а не федерализацию, что там еще, какие фейки надумают. Поэтому очень важно, что мы говорили с текстами. Я когда просто бачу висловливания такие, я сумую просто, потому что не треба прикрывать небажание децентрализации какими-то другими вещами. Поэтому это нужно в Украине. Врешті-решт, я бы хотел чтобы система финансовой децентрализации, вот каждый украинец, который сегодня нас видит, может в своем селе, 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 селе. Если в этом году происходило, что там новую поликлинику открыли, или школи, или дороги, или купили автобусы, или освещение, или побудовали какие-то важные вещи, або что-то это все было сделано благодаря децентрализации. Далее, кошти остались на местах, местах начинают вирішивать свои нагальные питания, это означает, что они створяют рабочие местах на местах, это означает, что они начинают стимулировать местную экономику. Это настолько глибина реформа, вот мы все говорим, что надо швидше сделать изменения. Так вот, это швидкая изменения, это изменения, которая позволяет перевернуть ситуацию, головы поставить на ноги, будут створены рабочие места, будет развитие экономики, будет наповнится бюджет, будет реинвестироваться в качество освяти, в качество охраны здоровья. А чого люди сьогодні хотят? Они хотят нормально, спокойно жить, нормально, спокойно працювать, и вот эта системная реформа, и может это дать. И не бачить этого, это будет абсолютно недалекоглядно. Будем спотягиваться, что дейдется и до ваших коллег. Вам дякую за такую эмоциональную Возьмова и Ведверту. Владимир Гройсман был на студии, глава парламента. Ну и главное событие уходящей недели, форум в Давосе. Его события освещали в СМИ, а вот что осталось за кадром, и что давосские встречи и их результаты для нас с вами означают? То, о чем мне говорили в новостях, я слышал лично, но вот только накануне из Давоса прилетел, так что все детали прямо сейчас. Встреча сильных мира сего, переговоры богатых и знаменитых, места, где решаются судьбы мира. Каких только пафосных формулировок не было в новостях. За эти дни, пока в Швейцарии проходил всемирный экономический форум. И лишь те, кто были внутри и смогли откровенно поговорить с участниками, понимали, как на самом деле настроены высокие гости Давоса. А среди них царила растерянность. Никто не может с точностью сказать, что дальше. И если с нынешней жизнью обычные люди давно уже не могут планировать свое будущее, то сейчас впервые за много десятилетий и первые лица, что государств, что корпораций, тоже живут только одним днем. И не в силах предсказать, какими будут цены на нефть, что произойдет с экономикой, чем закончится мигрантский кризис. Выстроить ли Шенген и в целом Европа могут только предполагать, прекрасно понимая, какова цена ошибки. Ведь время идет неумолимо. Проблеме мигрантов в Давосе посвятили первый день. И если выступают трибуны, европейские политики еще пытались излучать уверенность, то в кулуарах делились. Мол, все очень серьезно. Я разговорился об этом с Жозе Борозу, человеком, который целых 10 лет был президентом Европейской комиссии. Исторические для ЕС решения принимались при нем. И часто именно так, как считал нужным Борозу. Два года назад он вышел в отставку, а значит, в отличие от действующих еврочиновников, теперь может позволить себе быть откровеннее. А как бы вы поступили, будучи главой Европейской комиссии? И возможно ли в принципе простое решение? Думаю, пока Еврокомиссия действует правильно. Я бы делал то же самое. Другой вопрос, что мы способны принять только 2-3 миллиона беженцев. И если их будет больше, это может стать серьезнейшей проблемой. Вот только как бы миграционный кризис не стал проблемой и для нас с вами. Основания опасаться этого есть. Украинцы взволнованы, что из-за этого кризиса двери в ЕС как для интеграции, так и для получения безвизового режима теперь будут закрыты. Я сам этого боюсь. Уверен, что ЕС должен держать двери открытыми. Самый лучший способ помочь Украине сейчас отменить визы. Но откровенно говоря, я боюсь, что кризис с мигрантами настолько давит на лидеров Евросоюза, что им сложно будет делать то, что необходимо, дать этот статус Украине. И вам придется за него побороться. Довоз нынче не тот. Традиционно жаловались те, кто приезжает на форум уже не первый год. Мог, уровень падает. И в первую очередь уровень дискуссии. Критики говорят, на форуме деньги с каждым годом значат все больше. Ведь ни для кого не секрет. Даже официальным делегациям стран часто дают меньше мест. Только из-за того, что оргкомитет вполне официально продает БЭЖи участников. Бизнесменам, которые иначе здесь не оказались бы. Участие в Довозском форуме, если тебя сюда не приглашали, удовольствие не из дешевых. Ну, судите сами. За входной билет бизнесмены платят 70 тысяч долларов. Если хочешь, чтобы у тебя был вот такой привилегированный бейдж, который дает возможность войти в помещение для закрытых дискуссий, то нужно заплатить еще 150. Ну, учитывая, что руководители больших компаний прилетают в Довоз с женой, помощником и двумя секьюрити, да еще и чартерным рейсом, то расходы на их участие в всемирном экономическом форуме практически миллион евро. Для того, чтобы оказаться на лыжном курорте, конечно же, дороговато, а вот для того, чтобы из первых уст услышать мнение ведущих экономистов и руководителей крупнейших мировых компаний, да еще и политиков, не так уж и много. Но при всей критике ни у богатых, приехавших сюда в поисках ответов, что дальше будет с их бизнесом, ни у политиков, настроенных пообщаться с коллегами, премьерами и президентами, до сих пор нет другой площадки, где можно было бы говорить неформально и открыто. И приезд в Давос они часто используют для того, чтобы провести в кулуарах конгресс-центра как можно больше встреч. У того же Петра Порошенко свыше десятка двусторонок. Комнаты для переговоров святая святых Давосского форума попасть сюда практически нереально. Ну вот сейчас президента ждут президента Европейского банка реконструкции и развития. И вот прибыла уже украинский министр финансов Наталья Иройска и ездит с глава национального банка. Мы впервые показываем вам как готовиться к давосским переговорам президента. Ни при одном главе государства строгие протокольные службы еще не разрешали снимать, что происходит до того, как под вспышки фотокамер в зал войдет президент. А происходит вот что. Делегации в последний раз сверяют цифры, неформально общаются, согласовывая последние детали, чтобы дальше на камеры в присутствии первого лица начать разговор уже официально. Встреча, благодаря которой этот довоз запомнится с Джо Байденом. Протокольное рукопожатие, переговоры стартовали, а потом неожиданный поворот. В программе обоих политиков для встречи предусмотрено чуть больше 20 минут. Но они прошли, потом прошел первый час. Разговор в резиденции Байдена в роскошном отеле Интерконтиненталь. Здесь сейчас и другие президенты. Их свиты и гости дефилируют по холлу, охрана в напряжении, а за закрытыми дверями о чем-то по-прежнему говорят Порошенко и Байден. Полтора, затем два часа. Члены делегации выходят из зала и два политика общаются тет-а-тет. Затем опять зовут команды. В полночь карета превращается в тыкву. Служащие отеля разбирают декорации проходившего по соседству приема турецкой делегации. А Порошенко и Байден разговаривают уже три часа. Четыре! Ближе к двум ночи в скромном пуховичке в гостинице холодно с переговоров выходит уставшая Виктория Нуланд. За ней не менее уставший президент. Уже потом члены делегации признаются мне все это время говорили в основном о Донбассе. Пункт за пунктом. Впервые очень конкретно обсуждая план действий. Не сдавая позиций там где этого может быть и хотели бы иностранцы но для страны невыгодно. А на украинском завтраке который традиционно здесь в Довосе организовывает бизнесмен и меценат Виктор Пинчук говорили Довос этого года для Украины выглядит успешным. И миллиардный кредит МВФ и не меньше кредит доверия но он не бесконечен признаются сами участники и на следующей январской встрече нас просто не поймут и не поддержат если реформ не будет. Очень важно чтобы в стране работали законы чтобы люди могли доверять полиции и судам чувствовали себя в безопасности для Украины я вижу свет в конце туннеля и сейчас гораздо четче чем когда-либо раньше. Довос Всемирный экономический форум Дмитрий Анопченко Сергей Коваль Подробности недели Ну а как Довосские встречи оценивает сам президент он об этом рассказал по возвращению в Киев в интервью трём каналам в том числе и Интеру Смотрите этот детальный разговор сразу после Подробности недели И давайте к ситуации в Молдове Вернёмся Мы начинали с этого выпуск Протесты там тлеют уже который месяц но сейчас разгорелись с новой силой Потому что в стране назначили правительство жить при котором люди просто не хотят И ситуация теперь напоминает украинский Майдан когда митингующие говорят о сотнях тысяч сторонников но полиция рапортует мол 10 тысяч не больше Сколько их на самом деле давайте прямо сейчас узнаем у Романа Бочкалы он в центре Кишинёва Рома так каковы последние подробности и в принципе сколько людей выходит на улицы Дим, ну сложно сказать вот что-то так на глаз я думаю что сегодня действительно здесь было 10 но может быть от силы 15 тысяч человек не более Вот Ну что характерно вот сегодняшняя акция протеста объединила казалось бы непримиримых политических противников здесь сегодня были и левые и правые и еврооптимисты и евроскептики и вот что характерно на эту площадь они вышли без своих политических знамен все кто здесь сегодня были они все были под молдавскими флагами и казалось что всех объединила одна общая проблема проблема коррупции которая вот судя по словам жителей Молдовы просто пронизала властный аппарат и вообще царит такое общее разочарование что ли как известно в конце 2013 Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и все ждали быстрых реформ решительной борьбы с коррупцией инвестиций вот всего того что ты сейчас рассказывал в своем сюжете о Давосском форуме только касательно Украины всего этого в Молдове ждали на протяжении вот прошедших двух с половиной лет и всего этого не произошло фактически за ну вот то есть власть да лицо власти претерпело такой некий незначительный евромакияж но это лицо осталось прежним что касается реакции властей на сегодняшние протесты то пока этой реакции по сути нет делаем скидку на то что день сегодня выходной завтра наверняка последуют некие заявления но не похоже чтобы власть была готова согласиться с требованиями оппозиции да и требования эти достаточно решительные напомню это требование главное из них это досрочные парламентские выборы референдум по вопросу голосования за президента страны и вот тогда самое интересное произойдет четверг когда истечет срок ультиматума и станет ясно насколько оппозиция насколько решительно она готова идти до конца в требовании заявленных целей ну а что касается нашего сюжета который я прошу сейчас показать то он на простых жителях Молдовы о людях вне политики о том почему молдаване вышли на улицу запах костра и каши палатки и лозунги тишинев словно Киев образца позапрошлой зимы вот здесь у нас штаб вот у нас охранник пока нормальный киска мурка вот здесь нам люди дают то есть народ поддерживает да 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 тем могут кто и помогает Николай Барладянов приехал на антиправительственный Майдан из города Каушану ветеран борьбы за независимость Молдавской Республики снова в режиме войны теперь с чиновниками коррупционерами должны были начинать реформы юстиции борьба с коррупцией вот тогда мы видели кто они такие то есть их интересует только деньги оттуда грант кредит и все больше ничего ну они прикрылись евроинтеграции чтобы смогли спокойно воровать спокойно сделать свои дела протесты в Молдове длятся уже почти год и здесь к ним уже как-то привыкли вот палаточный городок напротив здания правительства а буквально в шаге лунопарк с детскими каруселями как бы со мной всегда прекрасная моя царица катализатором протестов стало назначение правительства в минувшую среду ночью без камер и каких-либо обсуждений депутаты проголосовали за нового премьер-министра Павла Филиппа прорвав оцепление протестующие ворвались в здание парламента но депутатов там уже не было во время тех столкновений Николай повредил ногу я был в парламенте я один человек вот этот человек у меня толкает ноги поломал? поломал, конечно парню наложили гипс и прописали постельный режим но он снова здесь а все его родственники за границей на заработках мою маму папу сестра люди я хочу что мы сделаем что будет нормально здесь в конце ноября 2013 Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом на том саммите в Вильнюсе аналогичный документ должна была принять Украина но в последний момент Янукович дал заднюю Молдова же пошла в Европу а пришла в олигархат что вывело людей на улицу что стало главной причиной олигархи олигархи и весь беспредел который сейчас в Молдове делается речь идет о Владимире Плохотнюке самым богатом человеке Молдовы ставшим олицетворением захвативших страну олигархов этот мужчина из числа протестующих на правах анонимности согласился показать здания которые приписывают Плохотнюку а вы нам не подскажете это Влада Плохотнюка офис нет не Влада Плохотнюка да нам сказали это его включайте пожалуйста камеру почему мы в публичном месте мы имеем право тут снимать Молдова это же европейская страна нам говорили у вас тут уже все по европейски значит камера может работать а Влада Плохотнюка знаете вообще такого слыхали? у Плохотнюка якобы десятки квартир и домов среди них вот этот роскошный нежно-розовый особняк в самом центре Кишинева прямо по соседству здание службы безопасности Молдовы а вот к нам идут люди в форме мы снимали вот это здание розового цвета вот если вас интересует снимали ли мы еще какие-то здания то мы снимали здание парламента правительства протесты возле этих учреждений и это розовое здание ну люди нам сказали что розовое здание принадлежит Владу Плохотнюку что поделать ну тоже где-то жить хорошее выбрал место рядом с вами безопасно наверное среди главных коррупционеров пресса называет и банкира Илана Шора мужа российской певицы Жасмин который вывел в офшоры миллиард евро в виде кредитов подставным лицам а бывший премьер-министр лидер молдавских либерал-демократов Влад Филат оказался в СИЗО и тоже по обвинениям в коррупции вокруг Комсомольского озера Кишиневский вариант кончезаспы вырастают новые виллы и элитные апартаменты вот уж где действительно евроремонт но доходы большинства населения не растут я получаю пенсию 718 леи это ничтожная пенсия ничтожная я не за это сколько это в евро? я не знаю сколько если 22 евро 700 это где-то 30 25-30 евро не больше пенсия ваша? да люди хотят стабильности и денег нечем кушать нечего где заработать деньги чтобы покушать Валентина торгует сувенирами и отмечает изменения спроса когда-то были популярны футболки с Путиным был популярный сейчас уже не берут потом в моду вошли флаги Евросоюза но оказалось что ненадолго евро уже остановилось ни один флаг чужой не идет покупали когда вот начинались эти митинги в начале сейчас все сейчас один молдавский флаг идет и все под флагом Молдовы объединились даже непримиримые политические противники у всех одни требования мы хотим добиться одно срочный выбор варанки и сейчас мы собираем подписи для проведения референдума не, не хорошие люди это скотина мы хотели что вот это червейки мы хотели поставить в термин мы за досрочные выборы сила в правде сила в правде Роман Бачкала Вадим Сверидонов и Ирина Дьяченко подробности недели телеканал Интер из Молдовы и о гриппе далее о том о чем согласитесь мы с вами каждый день дома говорим обсуждаем спорим ситуация непростая сразу несколько регионов на грани эпидемии в двух она уже объявлена больше 70 жертв многие школы закрыты в самой столице масочный режим Елена Зорина о том чего же все-таки стоит бояться Сотни тысяч людей заболели 72 человека умерли Молодой парень 30 лет да жена и двое дети остались Страна на карантине аптеки не справляются Х1Н1 что скрывается за этой печально известной аббревиатурой вот этот H1N1 который способен вызывать эти первичные пневмонии причем у молодых людей это наиболее агрессивный возбудитель который может вызывать такие тяжелые осложнения Одесская область лидер по смертности от вируса пневмония протекает очень бурно если вечером может быть на снимке изменения только в нижней доле то утром поражено оба легких поражены и бороться с этим поверьте очень тяжело Черкасскую область тоже захватил вирус приехал домой я умылся температуру померил 38,5 ну лег полежал буквально часик 2 опять мерю 39 с копейкой за полторы недели 11 тысяч человек заболели шестерых спасти не удалось у соседей там родственница умерла область на карантине до 30 января Ривненская область более 100 тысяч заболевших высокая температура 39,5 потом кашель был и насморк и дошло до пневмонии у врачей времени на отдых нет мы выезжаем десь до 50-60 разов на добу сейчас люди очень наляканы потому что вирус очень поражает все целыми семьями киевская инфекционная больница удивительно но согласно официальной статистике эпидемии нет и не было впрочем на кадрах снятых скрытой камерой видно врачи заметно уставшие киевлянка Ольга в больнице уже неделю рассказывают ее родственники началась температура высокая тиск поднимался и забрали сказали что грипп сейчас под капельницей каждый день по 4 капельницы ставят и все профессионалы паниковать не спешат иммунологи напоминают вспышки свиного гриппа уже были в Украине в 2009 когда мировое сообщество объявило пандемию H1N1 в нашей стране зарегистрировали 6 миллионов заболевших и гриппом и простудой более тысячи человек тогда умерли почему такая статистика научились выявлять количество заболевших в этом году примерно до 30% превышает прошлогодние показатели то есть не так уж много до эпид порога нам мягко еще очень далеко но люди официальным данным не верят в интернете бурно обсуждают преимущество респиратора перед марлевой повязкой советы известных врачей и народных целителей просматривают миллионы надавил и нужно подержать до сильной боли вы возьмите перекись капайте в нос у всех грипп будет у вас его не будет чтобы ваш отдел был здоровый чаем пейте мед не болейте как уберечься или излечиться кажется знает любой прохожий такой прополис это натуральный антибиотик даже можно скатать маленькую горошинку шарик прополиса и держать его когда вы едете в транспорте он тоже дезинфицирует и не надо носить маску цебулю потру веду шусок и с водочкой развожу один к одному и закапаю нос и все проходит не надо их аптеки куплять киевлянин Александр считает страшного гриппа попросту нет его фармацевты придумали запускают новостную бомбу чтобы заработать денег для фармацевтических компаний либо панику настроить отвлечь население от каких-то других проблем опыт на препараты которые повышают иммунитет показывают реально людей лежащих на стационаре на коечках больных главное не прозевать я так понимаю на всякий случай взяла думаю две штучки хватит эксперт эксперт фармацевтического рынка виктор чумак считает что украинцы просто становятся жертвами рекламы 32 миллиарда в год люди тратят все что угодно но только не на профилактику 2000 гривен зарплата врача поэтому он вынужден сотрудничать с фармацевтическими компаниями рекомендовать дорогие а порой ненужные препараты аспирин при гриппе вообще нельзя никаких иммуномодуляторов все жаропонижающие средства бесконтрольный прием всех этих средств которые позиционируют себя в том числе и как противогриппозные в лучшем случае не помогает а в худшем случае и вредит рецепт здоровья прост вакцинация раз применение препаратов активирующих иммунную систему два полноценное питание правила гигиены впрочем знающие люди говорят маску можно и не носить да и оксалинкой не пользоваться но при этом не заболеть хотя признаюсь честно даже смотреть на это холодно на улице минус 10 роману андреевичу 70 лет большую часть жизни он маржует за 40 лет я не вернулся до лекаря гриппа застуды не было на лекарняных не бывал купается в ледяной воде почти каждый день и другим советует вы зараз можете раздягнуть и пойти майте бежать пойдем разом еще раз холодно карантин в Одессе Ривна Черкассах и ряде других городов продлен до конца января а медики ожидают новый всплесц заболеваемости уже в феврале и тут решать каждому в аптеку бежать или в прорубь нырять Елена Зорина Инна Белецкая Станислав Кухарчук Марьяна Бурякова и Василий Миновщиков подробности недели телеканал Интер ну видите какие разные мнения кто-то тревожно прислушивается к статистике и там чуть закашляет в аптеку бежит кто-то говорит что гриппа вообще нет его фармацевт придумали давайте прямо сейчас разберемся поговорим с экспертом гостю с гостем которому можно доверять вот с нами на связи сейчас появился зам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий вы помните он Минздрав воздавлял ну а что самое главное для многих это важно был главой медицинской службы Майдана пане Олеже вечер добрый короткое запитание короткое и просте насколько серьезная ситуация с гриппом зараз в Украине и по-друге ну что дейсно особливо небезпечный вірус зараз сам грип по собі сезон цього гриппа який розпочався він є один із найнебезпечнейших вірусів гриппу із всіх загалом вірусів гриппозних це H1N1 це эпидемія якого була навіть пандемія світова була в 9-10 році так званий свинячий грипп чи грипп H1N1 і він якраз викликає небезпечні дуже ускладнення на легеневу систему а саме запалення легень які можуть призвести до миттєвого чи дуже швидкого набріку легень і це свідчить якраз кількість померлих від гриппу в Україні станом на зараз щороку помирають але зараз це більше 60 хворих які вже померли і померли якраз від ускладнення від пневмонії яка дуже бурхливо швидко розвинулася і не встигли врятувати життя саме із-за цього ускладнення і цей свинячий грип чи аж 1 на 1 він якраз дає таке ускладнення дуже швидке на легені і тому епідемія грипу цьогорічна яка почалася з цього грипу є небезпечною і потрібно себе берегти і потрібно якби вчасно звертатися до лікаря є тут важливе запитання чи праві ті хто кажуть що в цій ситуації багато штучного що просто спеціально наганяють паніку для того щоб люди йшли в аптеки там купляли якісь порошки якісь там пігулки які зовсім не допомагають є такий фактор він був щороку і щороку нагнітають в тому числі фармацевтичні компанії які виробники як вакцини проти грипозної так і виробники ліків різного роду ефективних і не дуже ефективних клінічно доведених які навіть не застосовуються в протоколах лікування грипу але цього року це окрема ситуація і я думаю що тут якраз нагнітання ажіотажу щодо небезпеки грипу зіграє на користь людям і на користь збереження здоров'я людей тому що минулі роки це були звичайні віруси грипу які не мали серйозних ускладнень і смертність була мінімальною а цьогорічна епідемія цього грипу свинячого свідчить про те що все-таки потрібно серйозно приділяти увагу своєму лікуванню і здоров'ю але я би застаріх телеглядачів від того щоб бездумно самому собі призначати ліки і бігти самому в аптеку і призначати ліки від сусідів які дали рекомендацію чи навіть від тих самих провізорів і фармацетів потрібно негайно звернутися до лікаря і саме лікар залежно від стану хворого зможе визначити адекватність і правильність лікування протоколи щодо лікування грипу в Україні існують алгоритм лікування існує і тут якраз потрібно покластися на кваліфікованість лікарів в першу чергу а не на самолікування Ну а що ще можна порадити не тільки ж до лікарів звертатися Насправді кожен грип має і всі гострі респіраторні вірусні захворювання до речі також які існують в Україні і на сьогодні грип складає близько 40-50% тільки всіх ГРЗ гострих респіраторних захворювань і кожен має приблизно свої ознаки але якщо дуже швидко розвивається температура до 39 і вище протягом одного дня сухість і різкий біль, наприклад, в горлі болі в м'язах то сухий лаючий кашель який розвинувся протягом одного дня це є першими ознаками того що це грип а не парагрип чи аденовірусна інфекція чи інші госпідоресториторні вірусні інфекції і якщо зниження температури не відбувається протягом першого-другого дня а вона тримається на піку 39-40 то це є з великою ймовірністю можна поставити діагноз що це саме грип і саме тому в перший-другий день наприклад цікової температури потрібно вже відразу викликати лікаря який зможе правильно оцінити задати відповідні запитання і оцінити стан хворого і послухати наприклад легені що неможливо самому зробити і вчасно діагностувати пневмонію яка є великою небезпекою і тим фактором який може призвести до летальних наслідків дякую пану Леже Олег Мусі був с нами на связі а мы с вами прервемся на рекламу ровно через 9 минут продолжим не переключайте Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Это подробности недели вторая часть программы мы в прямом эфире я Дмитрий Анопченко в этом часе поговорим о политике с Игорем Кононенко Юлией Тимошенко Юрием Бойко следующая неделя может быть жаркой а почему? вы узнаете первыми и из первых уст ну и все эти изменения в Конституцию а напомню касаются они и Донбасса это ведь не то что имеет значение только для политиков в Киеве с которыми мы будем говорить они жизни тех людей кто по-прежнему на Донбассе остается или недавно вернулся туда должны изменить и то что для кого-то просто строка в Конституции для жителей многих городов то от чего и судьба зависит вот об этом Ерслав Кречко с Донбасса неделю как приехали на совсем мы будем надеяться что на совсем втобусы ходят по газинной работают сейчас есть такое модное слово децентрализация что вы думаете об изменениях в Конституции о том что может в регионах больше будет да пусть изменяют конечно надо если они же говорят для народа ну пусть делают для народа все потихоньку то бьют то не бьют а так все нормально хлеб есть абы не стрелять возвращайся домой свой поселочек родной здесь страшна война недавно танки города Буратино все смешалось воедино разрушений очень много я иду своей дорогой тихо к дому подхожу двор свой взглядом обвожу и гараж и огород все здесь за душу берет упаду я на колени поцелую я крылечко здравствуй домик мой родной я вернулась домой я хочу чтобы они домовались и надею маю чтобы они домовались а буду это чини уже много людей больше половины уже повозвращалось и крыши отремонтировали почти во всех домах окна поставят до сих пор ставят когда вы сейчас ходите по улице у вас нет страха кого-то уже нет уже нету уже нету деньги крутые вы уже и поручни поставили у нас тихо сейчас но место у нас я же говорю у людей как сделано никто ничего не разбирает так все остается минские договоренности это конечно плюс это плюс для того хотя бы чтобы люди немножко поверили в то что будет мир то все нужно знаешь и лампочки там и нитки иголки вы получается местный бизнесмен бизнесвумен ага это мы живем я тут болтаюсь делать нечего завела много себе котов и собак я с ними только живу радуюсь на них и вот торгуюсь чтобы заработать им на рыбу ну почему не разрешить уже сейчас мирным путем почему что их удерживает вот почему участник взять и сказать войне конец все и жили мы спокойно по-человечески а мы боимся вот как на взводе все время думаешь кто его знает что оно будет дальше так давайте я подержу грузовой велосипед не говори техника на грани фантастики да вот это тяжелое бери еще можешь какую-то взлету взять все так хочется скорее чтобы из Киева могли дети приехать из Ростола чтобы приехали холодно в хате топлива толку нет ну вот это и жизнь моя пока схожу в сарай угля привез полдня проходит вообще гололед вчера пошла в 9 да пришла в полдвенадцатого два ведерка угля притянула здравствуйте садитесь с 21 января по 6 февраля нас полностью обстреливали полностью обстреливали причем серьезно очень вот эти такие были разрушения ну пройдите посмотрите школа была такая же да почти такая же полностью стояла без крыши вообще ничего не было окун вообще никаких не было ничего не было все выбито было абсолютно все у вас уже все закончилось садик домой уже да а разбирайте игрушки кто что хочет айца а это витамины тоже можно брать у всех у всех война проявляется и в разговорах и в каком-то эмоциональном состоянии ну мы как-то пытаемся все вместе все это пережить загладить детей это на психике привет с Новым Годом ну и о большой политике давайте далее подробнее поговорим Игорь Кананенко к нам подъехал да вечер добрый проходите пожалуйста первый замглавы фракции БПП добрый вечер скажите ну вот первая в этом году пленарная неделя чего ждать ждать что парламент будет раскачиваться или могут быть какие-то четкие конкретные решения есть договоренности ну первая пленарная неделя планируется достаточно рабочей у нас подошло достаточно много законопроектов которые наработали в прошлом году и которые готовы ко второму чтению и это по сути будет основой парламентской недели у нас есть возможно будем четверг рассматривать вопрос связанный с конституционной реформой потому что поступил в Верховный Совет заключение конституционного суда в изменениях конституции в части правосудия и завтра на согласительном совете если будет общее мнение фракции рассмотреть этот вопрос то возможно он будет поставлен в повестку дня на четверг простите просто чтобы я понял зрители поняли это судебная реформа это не касается децентрализации это судебная реформа это не касается децентрализации что касается децентрализации мы знаем что 51 депутат направил представление конституционный суд и в этой части ждем заключения конституционного суда ждем разъяснения конституционного суда и после этих разъяснений будем готовы рассматривать этот вопрос Вы просто когда говорите, что повестка дня достаточно бесконфликтная, ну окей, я вам подброшу тогда тему, которая, ну к сожалению, может и создать конфликты в зале. Кадровые изменения. Говорили же в конце прошлого года, многие гости здесь, в студии, мы с вами даже говорили о том, что да, будут рассматриваться претенденты на лакансии, будут изменения в правительстве. Вот президент в большом интервью трём каналам, в том числе Интеру, сказал, что он не будет в это вмешиваться, что это компетенция коалиции, компетенция парламента. Как с этим быть, когда к этому подойдут? Действительно, разговоры о ротациях правительств ведутся с сентября прошлого года. Они то затихают, то возобновляются с новой силой. Очередная там волна дискуссий на эту тему была в декабре месяце. Мы в средине нашей фракции тоже обсуждали несколько кандидатур касательно наших предложений по кадрам. Это обсуждение продолжается. Ну а если откровенно, какие хотя бы фигуры в правительстве могут быть заменены? О каких позициях идёт речь? Я могу сказать то, что обсуждается в средине нашей фракции. В средине нашей фракции обсуждается кандидатура Ковальчука на должность первого вице-премьера. Идёт процесс обсуждения. В средине нашей фракции обсуждается кандидатура Рябикина на должность министра инфраструктуры. И в средине нашей фракции обсуждаются разные кандидатуры, даже не готов сейчас назвать какую-то конкретную фамилию, потому что общего мнения нет, на пост министра здравоохранения. А по вашим ощущениям, когда дедлайн, когда всё-таки парламент примет решение, и вот министры, многие же вакансии до сих пор есть, кто-то хотел уйти, не смог уйти, когда решение будет принято? Вы знаете, с моей точки зрения, это нужно сделать как можно быстрее, потому что на сегодняшний день основной вызов для нашего государства – это всё-таки экономика и эффективная работа экономики. И когда в правительстве не заполнены вакансии, это говорит о том, что целые направления в правительстве не охвачены, либо работают неэффективно. Поэтому это можно сделать как можно быстрее, но ещё раз, тут три фактора. Первое – это наличие голосов в парламенте и политическая воля принимать решения. Второе – это желание правительства, потому что мы знаем, что кандидатуры первоначально согласовываются на правительстве и подаются премьер-министрам. Желание правительства нынешнего и премьер-министра подавать кандидатуры в парламент. И третье – это уже процесс рассмотрения в зале и 226 голосов. А есть что это желание? На сегодняшний день, ещё раз говорю, у нашей фракции это желание есть. Что касается остальных фракций, то надо проводить консультации, потому что мы знаем, на прошлой неделе было заявление фракции «Самопомощь» касательно их представителя в кабинете министров. Они приняли решение. Пока, насколько я понимаю, это было решение партии, а не решение фракции, так как это было прокомментировано – отозвать своего представителя министра АПК из правительства. У нас на сегодняшний день нет понимания в готовности «Самопомощь» вносить другие кандидатуры, хотя я считаю, что… Было бы логично. Было бы логично, что да, есть позиция политической силы отозвать кандидатуру, значит, наверное, на его место нужно предложить другую кандидатуру. Это было правильно, но переговором на эту тему не велось, потому что это произошло только в пятницу, поэтому надо понимать позицию наших коллег «Самопомощи», надо понимать позицию наших коллег с фракции «Баткевщина» и позицию Народного фронта по тем или иным кандидатурам, в том числе по тем, которые мы готовы предложить. Спасибо. Ну, то есть, подводя черту, говоря о следующей неделе, не стоит ждать какого-либо обострения в парламенте, вот не стоит ждать нашим зрителям той картинки, которая была когда-то из Рады, там, с блокированием трибуны, все будет спокойно, тихо, по-рабочему. Я думаю, что да. Ну, с моей точки зрения, было бы вообще хорошо, чтобы у нас мы сейчас входим в период достаточно длительный процесса без выборов, и было бы очень хорошо, чтобы политические силы оставили за спиной какие-то политические амбиции и поиск дополнительных рейтингов. Конечно, да. И мы все-таки сосредоточились на экономических вопросах, сосредоточились на вопросах завершения реформы правоохранительной системы, сосредоточились на вопросах на усилении, там, борьбы с коррупцией, тем более, что, насколько мне известно, есть ряд законопроектов, поправок в антикоррупционное законодательство, которые тоже надо рассматривать. Вот это те вопросы, которые на сегодняшний день, с моей точки зрения, волнуют общество, и в первую очередь их парламент должен рассматривать и принимать результативные решения. Ну и вопросы, которые объединить могут. Спасибо большое за откровенный разговор. Спасибо. Игорь Каноненко был у нас в студии. Ну и давайте будем откровенными. Далеко не все в коалиции так оптимистично настроены, вот как наш гость, с которым только что попрощались, даже Баткевичина, помните, в конце прошлого года делала достаточно резкие, жесткие заявления Конституции о работе правительства. Вот как поведут себя уже на будущей неделе, давайте у самой Юлии Тимошенко спросим. Пані Юлія, я ви з нами. Дякую, что приедналися. Скажите, ну, если говорить про парламентский тиждень, то, который начинается уже у понеделок, а какие вопросы для вас, для вашей фракции, есть принциповыми? Вы порядок ден не видели уже? Так, на наступний тиждень запропонували порядок денний, в якому, на жаль, немає жодної суттєвої позиції, яка би могла сьогодні відновити нормальне життя украинців. Жодної. Пустий порядок денний. Лоббістские закони, або закони, які нічого для країни не значат. Иде пробивание и просувание изменений до Конституции. И это в тот час, когда бюджет, который принят, обурит всю страну. Это в тот час, когда негайно нужно изменять этот бюджет, пока практически мы не потеряли целые галузи жизни страны. Вы посмотрите, аграрии блокируют трассы, шахтеры блокируют уряд и трассы. Науковцы практически уже повстали против этого уряда. Вы посмотрите, при том, что газ купуется уже по 190 долларов, людям продолжают его продавать по 331 долларов за тысячу кубочных метров. Ну, и я вважаю, что эта Верховная Рада обязана была бы на этом неделе заслушать просто уникальные коррупционные оборудования, которые проводятся в стране. Я думаю, что вы знаете, что премьер-министр заявил, что за год было снято через коррупцию 50 миллиардов гривен бюджетных грешей. 50 миллиардов гривен. Это сумма вдвече превышает те, что нужно на индексацию пенсии и заработных плат. И это полностью покрывает установление нормальных тарифов в стране. Это даёт возможность эти 50 миллиардов повернуть все системы и все стратегии социального защиты людей. И премьер виходит и говорит, что прошлый год через коррупцию было запрямо сбежать 50 миллиардов гривен. Это же явка с повинностью. Где реакция прокуратуры? Где реакция всех антикоррупционных органов, которые нас творили? Где ответ уряда относительно этих 50 миллиардов, которые были разкрадены в прошлом году, уже предемократичные, про европейские влады? Это что, евровары? Так почему они нам нужны? И поэтому я считаю, что сутки будут вопросы в Верховной Раде. И еще одна вещь, о которой я хочу сейчас публично сказать. Безпрецедентный случай, что за весь час существования этой коалиции, ни разу не были собраны загальные сборы коалиции. Это все депутаты, которые входят в Верховную Раду. Пришел час негайно собрать загальные сборы коалиции. Негайно ставить вопрос о соответствии уряду займенным посадам. Они же абсолютно безглуздые, непрофессийные, безпорадные. Это люди, которые не способны не те, что реформы в Украине провести. Они не способны себе ради дать. Мы считаем, что поменять несколько министров в Украине – это практически макияж политический. Политический, который никому не нужен. Он ничего не изменит. Это просто отвлекание внимания общества от того трагического состояния, в котором находится наша страна. Нужно полностью освободить уряд на челе с премьер-министром, перезавантажировать уряд. И если эта Верховная Рада способна перезавантажировать уряд, то нужно это делать. Но в тот же время нужно отдавать себе ответ, что больше 80 депутатов в парламенте, а это почти третина большинства коалиции, належат сегодня Народному фронту, то есть руководится премьер-министром. И если так, как загрожил премьер-министр, если его освободят, то он выйдет из коалиции, то тогда без достроковых парламентских выборов мы не сможем сформировать новый уряд, обрати нового сильного премьера и докоринно поменять стратегию управления государством. Как по социальным и экономическим вопросам, так и в вопросах завершения этой премьер-министрой гневной войны, которую против нас ведут на Сходе Украины. Дякую, моему перерватыся. Юлия Тимошенко была с нами на связи, ну, как всегда, отличный спикер. И еще одна политическая сила, третье повеличение в парламенте, оппозиционный блок. Вот давайте их мнение узнаем. В этой фракции 43 депутата, ну и в нынешней ситуации, когда каждый депутатский голос на счету, без них не обойтись. Прошлый год закончился тем, помните, что оппозиция голоса за бюджет не дала, все ожидали внесения поправок, но и вот сейчас появился один из первых законопроектов, что именно изменить в этом бюджете. Речь идет, вот я смотрю, о десятках миллиардов гривен, в том числе предлагается провести ту самую индексацию зарплаты пенсии, о которой многие говорили, но вот еще к обмину предлагается запретить в ручном режиме деньги распределять. Ну, начнем все-таки с Конституции. Юрий Бойко с нами сейчас на связи. Да, вечер добрый, спасибо большое, что присоединились в воскресенье вечером. Ваша фракция поддерживала проект изменений Конституции в части децентрализации в первом чтении. Вы свою позицию сейчас не изменили? Ну, надо прежде всего понять, что выполнение минских соглашений зависит от своевременной законодательной работы со стороны парламента, а она в свою очередь возможна только в случае принятия изменений в Конституцию, которые позволят этим законам соответствовать Конституции Украины. Поэтому и в первый раз, когда проходили через парламент изменения в Конституции в части децентрализации, почему наша фракция голосовала? Потому что мы видели, что это дает возможность, пункт по особому законодательству на территории Донецкой и Луганской области, дает возможность принять последующим законы, которые позволят политическим путем урегулировать конфликт. Это для нас принципиально, и, исходя из этого, мы рассматриваем и возможность голосования в этот раз. Конечно, сами изменения в части децентрализации вызывают очень много вопросов, много вопросов к префектам, к их роли, но для нас, опять-таки повторяю, принципиальным является возможность реализовать те желания и чаяния людей, всей нашей страны, по завершению военного конфликта. А это возможно только в случае неукоснительного соблюдения минских соглашений всеми сторонами. Юрий Анатольевич, прерву вас. Вот, а ваша оценка, почему проблема оказалась такой больной? Вот если поправки Конституции, это условия по достижению мира, вот как вы говорите, то кто тогда тормозит решение? И если взять шире ситуацию, от каких решений парламента, вот вы, ваша фракция, чего вы будете добиваться на наступающей неделе? Пока голосов не хватает, поскольку очень много идет со стороны правящей коалиции, очень большие дебаты и споры. Неправильно, по нашему мнению, трактуется понятие по особому законодательству на этой территории. Наши оппоненты думают, что это какой-то особый статус. На самом деле, особое законодательство просто позволяет урегулировать военный конфликт и вернуть эти территории и этих людей в Украину. Что, собственно говоря, хотят все люди страны. Поэтому, на самом деле, неделя будет бурная, но есть еще один вопрос, который, на мой взгляд, очень важен и который должен получить оценку со стороны парламента. Наша фракция не голосовала за бюджет, за проект бюджета, представленный правительством. Мы считали его несправедливым, и время показалось, что мы правы, поскольку инфляция уже, понятно, будет больше, еще больше будет обнищание людей, населения, поскольку будет рост цен и рост тарифов, а, соответственно, нет соответствующей социальной поддержки в проекте бюджета, за который проголосовал парламент. И мы будем наставить на том, чтобы внести изменения в бюджет, поскольку мы считаем, что примерно 60 миллиардов дополнительно гривен будет получено за счет инфляции. И эти деньги должны быть полностью потрачены на индексацию зарплат и пенсии людям, поскольку они потеряют из-за инфляции. Это вот тот же принципиальный момент, на который мы наставим, и соответствующий законопроект уже зарегистрирован в нашей фракции в парламенте. Короткий вопрос, если можно короткий ответ. Какие настроения сейчас в парламенте, ну вот чего вы ожидаете от этой недели? Скорее скандалов или будет нормальная парламентская работа? Мы видим, что в стане правящей коалиции идут постоянные дрязги, взаимные обвинения в коррупции, обвинения в непрофессионализме. А на самом деле все они вместе несут ответственность за то, что и парламент, и правительство, да и, собственно, вся власть не пользуются доверием людей, поскольку они занимаются своими внутренними вопросами, разбирательством внутри себя. А вопросы, которые действительно волнуют людей, которые их тревожат, беспокоят, они остаются вне внимания парламента. Это самая большая проблема. На мой взгляд, к сожалению, правящая коалиция, которая ведет парламент, особенно радикальной силой внутренне, никаких выводов по результатам прошлого года не сделали и продолжают жить своей, какой-то отдельной от людей в стране жизни. Вот это главная проблема. Парламент из-за позиции правящей коалиции живет своей жизнью, ничего не имеющего общего с нуждами и чаяниями людей. Спасибо, Юрий Бойко был с нами на связи. Спасибо, что присоединились. Ну, а вот зрителям хочу сказать, что с представителями ведущих полетил мы специально сегодня, вечером, в воскресенье поговорили, потому что следующая неделя первая сессионная, когда депутаты наконец-то соберутся после долгого отпуска. Ну, и вот для того, чтобы вы понимали, глядя в новостях, короткие сюжеты, о чем они спорят, вот сейчас мы подробно с представителями полетил поговорили. Потому что следующая неделя первая сессионная, когда депутаты наконец-то соберутся после долгого отпуска. Ну и вот для того, чтобы вы понимали, глядя в новостях, короткие сюжеты, о чем они спорят, вот сейчас мы подробно с представителями полицил поговорили. И прямо сейчас интервью президента Украины, которое он дал трем каналам, в том числе и Интеру, по возвращению из Давоса, в том числе я был в президентской администрации, ну и конечно же задал самые главные вопросы, которые и у меня и у вас возникли на этой неделе, ну в том числе и в связи с Давосом. Спасибо, что смотрели, далее интервью президента, а я с вами встречусь в следующее воскресенье.